Изметьте параметров УЗО, УЗО 510, производство компания Радио Сервис. Прибор поставляется с откидной сумкой для удобства проведения измерений. Прибор крепится к сумке с помощью магнитного держателя. Его можно не вынимать в процессе измерения. Прибор предназначен для проверки устройства защитного отключения типов АС, А, Б на токах от 10 до 500 миллиампер при разных формах тока. Также измеряется активное сопротивление петли фазы 0 от 0,4 до 60 Ом. Переменная напряжения от 10 до 300 вольт и питание осуществляется от никель-металлогидридных аккумуляторов, которые уже встроены в прибор. Проверку можно проводить для УЗО, находящихся под напряжением, так и без нее, так как в приборе есть свой источник тока. Также прибор измеряет время срабатывания от 0,5 до 5 кратных номинала дифференциального тока. При необходимости прибор можно повесить на любое металлическое основание. Включаем прибор. Рассмотрим меню прибора. Первый подпункт – программа испытания. В приборе реализована возможность испытания по заранее выбранной программе, если проводим серию одинаковых измерений, либо расположение УЗО находится вдалеке от места подключения прибора. Следующий подпункт – набор изжимов. Здесь можно выбрать виды измерения, которые мы будем проводить. Если какие-то нам не нужны, мы можем отключить, нажимая на кнопку старт, убрав галочку. Формы тока. Также, какой нам не нужен выходной сигнал, мы можем его отключить. И номинальные токи УЗО. Если мы, например, не измеряем на 500 и на 300 мА, мы также их можем отключить. Параметры измерения. Здесь мы выбираем либо у нас общий тип УЗО, либо селективные, которые срабатывают задержкой по времени срабатывания. И предельное напряжение прикосновения – 25 вольт, либо 50 вольт, в зависимости от объекта, на котором мы будем проводить измерения. Например, в детских садах должно быть напряжение прикосновения не более 25 вольт. В противном случае прибор не будет проводить измерения. И в настройках прибора можно увеличить или уменьшить контрастность, выбрать язык – русский, либо английский. И для поверки прибора свой подпункт. При кратковременном нажатии на кнопку меню происходит изменение формы сигнала. Проведем проверку УЗО, находящейся в сети. Для этого мы берем розеточный адаптер, который идет в комплекте с прибором, подключаем согласно маркировке и подключаем в сеть. Включаем прибор. В приборе 3 вольтметра. Измеряет напряжение между нулем фазой, фазой – заземлением, заземлением и нулевым проводником. Между нулевым проводником и заземлением всегда должен быть ноль. Если мы адаптер переподключим в обратное направление, прибор нам будет сигнализировать, что между нулем и PE есть напряжение. В этом случае нужно переткнуть розеточный адаптер. Для того, чтобы померить дефинициальный ток УЗО, мы должны поменять режим нажатием на кнопку режима. Вот у нас ток выбран. Дальше мы должны переключить форму сигнала. Так как у нас УЗО характеристики АС, ставим данную характеристику. Это синусоидальная форма сигнала. Сейчас мы должны также поменять номинальный ток УЗО. Стоит 300 миллиампер, а УЗО у нас 30 миллиампер. Номинальный ток меняем данной клавишей. И проводим измерение нажатием на кнопку старта. Прибор пишет то, что мы измеряем от сети. УЗО сработало. Сработало при 21 миллиампере. Показывает галочкой то, что УЗО проходит по току срабатывания. И при необходимости мы можем занести результат в память прибора. Сохраняем, например, ячейку 2. Также можно посмотреть результат последнего измерения, нажав на кнопку память. Выбираем подпон последнее измерение. Нажимаем старт. Также при необходимости можно будет подключить прибор к компьютеру по Bluetooth модулю. И перекачать данные в компьютер. Для дальнейшей обработки. Сейчас пройдем измерение по заранее выбранной программе. Для этого заходим в меню. Выбираем подпункт программы испытаний. Прежде чем запустить, сначала нужно отредактировать программу. То есть выбрать те параметры, которые мы будем измерять. Смотрим шаг номер 1. Здесь у нас стоит измерение дифференциального тока. Характеристика AC. Мы его оставляем. Дальше заходим во второй шаг. Нажимаем на кнопку старт. Кнопка режим. Например, время отключения при двукратном токе. Для примера. Нажимаем на старт. Далее. Третий шаг. Снова нажимаем на старт. И выбираем режим. Например, при однократном токе срабатывания. Время отключения. Нажимаем на старт. Следующий режим. Например, померяем петлю фазы 0. Тем более, в данном приборе эта функция тоже реализована. И пятый шаг. Например, померяем время срабатываем при 0,5 кратном токе срабатывания. Нажимаем на старт. Дальше нажимаем на кнопку память. Снова на кнопку память. Нажимаем запустить программу. Вот наша программа, где мы сейчас только что сделали настройки. Программа номер один. Нажимаем старт. Сейчас он измеряет напряжение прикосновения. Оно в норме. И сейчас он по шагам будет проводить все измерения. До пятого шага. Прошли по всем пунктам измерения. Прибор все запомнил. Теперь мы можем это сохранить. Сохраняем объект номер один. Сохранено. Данное УЗО работает нестабильно. Срабатывает при разных токосрабатываниях, либо вообще не срабатывает. И мы еще решили проверить его в автономном режиме. Для этого отключаем к прибору фазный проводник и в гнездо заземления. Включаем прибор. Здесь у нас уже выставлена и форма тока, и номинальный ток УЗО. Подключаем фаза вход, фаза выход. Либо без разницы 0 вход, либо 0 выход. И нажимаем на старт. Пишут то, что измерения у нас сейчас автономно. И мы видим, что нет срабатывания УЗО при 30 мА. Мы можем сделать перепроверку и то же самое измерение пройдем на соседнем УЗО. Таким же номиналом. УЗО сработало. 21 мА. Видим то, что у нас стоит галочка. Мы делаем вывод, что данное УЗО у нас неисправно не проходит по срабатыванию дифференциальным током. Для передачи данных с прибора ПЗО 510 в компьютер для начала нужно установить программу. Заходим в браузер. Набираем радиосервисы ЖЭСК. Нажимаем вкладку «Продукция». Например, можно зайти на страницу данного прибора, либо любого другого прибора, который работает с программой RS Terminal. Заходим в программу для работы с ПК и нажимаем «Скачать программу». Также нужно ознакомиться со всеми требованиями в данном тексте. Устанавливаем программу. Смотрите, чтобы у вас версия программы была не ниже 2.071. Они у нас постоянно обновляются и за этим нужно следить. Запускаем программу. Сейчас, чтобы нам подключить прибор к компьютеру, нажимаем на приборе кнопку «Память» и выбираем подменю подключение к ПК. Нажимаем «Старт». Так как мы работаем с ноутбуком, здесь встроен Bluetooth. Если вы работаете со стационарного компьютера, то нужно будет докупить Bluetooth адаптер. Осуществляем поиск прибора. Нашелся прибор. Данный прибор светится сейчас в иконке программы. И нажимаем на «Прочитать информацию из памяти» за кнопку. Прочиталась у нас первая ячейка памяти. Она у нас единственная, которая была сохранена в единичном измерении. Но нас сейчас интересуют данные по автоматическому измерению, которые были осуществлены с помощью программы испытаний. Нажимаем на данную вкладку и видим все данные, которые мы промерили на последнем объекте. Видим галочкой те параметры, которые проходят по УЗОшке и крестик, где по вареным характеристикам УЗО не прошло. Соответственно делаем вывод, что УЗО у нас неисправный. Также мы этот протокол можем перенести в Excel-формат. Например, сохранить на рабочем столе. И вот у нас открылся файл уже в Excel. В базу комплект поставки прибора PZU-510 входит адаптер розеточный, блок питания, два кабеля по полтора метра, два крокодила, батарейный отсек для возможности работы прибора от обычных пачек и батареек в случае выхода аккумулятора из строя, и сам прибор со встроенным аккумулятором.